Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для садоводов и огородников. Сегодня 22 мая и я начала понемногу высаживать свои баклажаны. У нас установилось тепло, потому что в холодную погоду баклажаны высаживать в грунт не рекомендуется. Они очень теплолюбивые. Баклажаны я высаживаю так же, как томаты, добавляю перегноя, немного припудриваю золой, щепотку минерального удобрения. Вот сейчас я азофоску добавляю. Я не буду углубляться на этом. Потом я второй ряд буду садить и подробно, попрошу сына, чтобы он меня снял, подробно покажу, как я добавляю удобрения, как перемешиваю, как поливаю, как сажу. Сейчас я хочу просто показать и рассказать, какой должна быть рассада баклажана. Баклажаны мы сеем пораньше, чем томаты, потому что у них более длительный вегетационный период. И если вы посеете баклажаны в нужный срок, когда нужно для вашего региона, и правильно будете ее выращивать, рассада должна быть вот такая. У рассады должен быть толстый стебель, она не должна гнуться, должна сама стоять. У нее должна быть сильная корневая система. Это говорит о том, что растение выращивалось в хороших условиях, ему всего хватало. И у него должна быть хотя бы одна зачаток цветочной кисти. Ну или иногда бывает, если вот как немного задерживаемся, она расцветает. Цветочек это ничего. Все спрашивают, вот зацвели баклажаны и перцы, нужно ли общипывать? Опять один и тот же вопрос. Я всегда говорю, каждый делает так, как хочет. Никакого точного указания ни от кого на этот счет нет. Вот у меня свои сильные семена, я никогда не отщипываю. Сейчас я вам покажу. Вот у меня отцвел баклажан, плод формируется уже в стакане. Я пересадила его, он сейчас приживется и будет уже первый баклажан. Значит первый баклажан у меня появился на рассаде в стаканчике. Ничего страшного нет. Но если вы жалеете свое растение, боитесь, что этот плодик маленький обессилит его, можете отщипнуть цветок, ничего страшного и в этом нет. Каждый хозяин своей рассады и он ее выращивает так, как хочет. Вот, как я высаживаю томаты и перцы, можно зайти ко мне на страницу в Одноклассниках и посмотреть. Найти меня очень хорошо.